Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую в эфире канала Медиаметрикс. У нас программа «Муза и деньги». В студии ведущая я, Ольга Калашникова. Мой соведущий Павел Кашин сегодня в шапке-невидимке. И у нас в гостях прелестная певица Майри. Майри, здравствуйте! Здравствуйте! Я очень рада, что вы сегодня к нам выбрались, учитывая вашу достаточно серьезную занятость. Я знаю, что вы человек загруженный. И чем загруженный? Вот очень хотелось бы от вас сегодня услышать во всех подробностях. Майри, у меня вот сразу к вам предложение. Давайте, чтобы мы понимали, о каком пении, о какой музыке, о каких ваших исполнительских особенностях пойдет речь. Мы послушаем непосредственно, как вы поете, чтобы сразу знать, в общем-то, что вы нам сегодня принесли. Хорошо? Хорошо. Давайте мы сейчас попросим поставить первую композицию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и до этого, то есть я где-то, ну, наверное, с третьего класса в школе занимаюсь вокалом. Вам повезло с окружением, я хочу сказать. Да, это правда. Это же надо, вот действительно, люди взрослые серьёзно восприняли ваши данные, серьёзно восприняли ваше вот такое вот необыкновенное мироощущение и вывели наружу, да, дали этому выйти, показали окружающим. В таком возрасте обычно, ну, поёт девочка, ну, господи, да пройдёт, пройдёт. Нет, они настаивали, настаивали. Ничего, девочка, до десятого класса попоёшь, а потом физмат, ничего не знаю. Ну, знаете, вы смеётесь, а физмат у меня действительно был. Да что? Не то, чтобы я смеялась, но вот я понимаю, что в любом случае, даже если он у вас был, тем не менее, вот вокал никуда не делся, это не сочли каким-то таким детским увлечением несерьёзным и ненужным в жизни. Вот что самое главное. Да, да, и низкий поклон этим людям, потому что они настаивали именно на том, чтобы я пела свои песни там, а не перепевала чьи-то. Я стеснялась всё время, то есть мне казалось, это как-то новое, что ли. Я знаю взрослых, признанных наших метров эстраты, которые до сих пор очень робко, свои песни, хотя они всю жизнь их поют, вся страна, весь мир их знаете, но меня не очень-очень, да, переживают по этому поводу. Ну, это, знаете, это как открываешь свою душу, и вот все её видят просто, и это очень так волнительно всегда. Третья, да, понимаешь, что каждый раз выход на сцену это обнажение каких-то таких сокровенных вещей. Да, да, это есть такое, да. А на английском языке вы пишете, есть у вас вообще на русском? Вы начинали на русском писать, или как-то сразу на английском? Вы знаете, я пишу и на русском тоже, и писала, и буду, наверное, писать, потому что это всё-таки мой родной язык, вот, но так как я постоянно слушаю английскую музыку, смотрю там в основном английские фильмы, ну, да, они и так преобладают в кинематографе, и как-то всё время кручусь в этой среде, и у меня, само собой, как-то происходит так, что даже когда я придумываю мелодию, у меня уже английские строки формируются, то есть я даже не задумываюсь, не придумываю. Сегодня Павел бы вам очень много интересных вопросов по этому поводу задал, потому что он в последнее время очень много занимается английским языком, английский клуб организовал, вот, и у него действительно такой интерес очень глубокий в этом отношении, вот, я достаточно поверхностно вас буду спрашивать, да, но у меня другие глубокие интересы, я думаю, мы компенсируем. Так вот, почему английский? Вы долго были в языковой среде, или какие-то вещи вам проще выразить именно этим языком? Ну, вы знаете, да, мне действительно проще писать на английском, потому что нету вот этой обнаженности, да, тотальной, да. То есть для вас это немножечко всё-таки, да. Это, да, это комфортнее для меня, то есть я могу петь там обо всём, я могу формулировать какие-то фразы, которые на русском, ну, наверное, слишком откровенно для меня, поэтому мои английские тексты, они очень откровенные, ну, в плане, что они очень искренние, вот, на русском всё же я уже более таким литературным, да, языком, да, пишу, да. Вот, но у меня был период, когда я, наверное, лет шесть или семь подряд писала музыку только на английском языке, вот, и это было, наверное, связано с тем, что я открыла для себя такой стиль, как трип-хоп, о котором не подозревала, это как раз он зародился в Бристоле, Англия, вот, и прямо глобально его слушала, впитывала просто тоннами, наверное, на этой музыке, и она, наверное, на меня вот так повлияла, что я очень долгое время писала в основном на английском языке. Ну, это ваши кумиры, я так понимаю, это те, кто вас вдохновлял, подталкивал, в общем-то, образовывал, по большому счёту, потому что, конечно, там музыка развита гораздо более профессионально, чем у нас, и я искренне советую музыкантам начинать сначала учиться на хорошем материале, да, именно английских музыкантов, а потом эти знания уже применять к нашему российскому, в общем-то, контенту, потому что, вот говорят, хорошо, русскую музыку сыграть невозможно, или спеть, допустим, только вот английскую, да ничего подобного. Как споёшь называется. Да, вы знаете, я считаю, что в России тоже есть очень много талантливых людей, и сейчас такой парадокс, все, ну, как бы стараются выйти на международный рынок и на всякий случай поют на английском. И так происходит, что иногда мы слушаем какой-то уже хит, да, который там все хит-парады просто разорвал, и думаем, что это кто-то вот там поёт за рубежом, а на самом деле это русские ребята, которые поют по-английски. То есть и наоборот, и на русском языке тоже очень много красивых песен. Просто каждому что-то ближе, да, что-то своё. И вот на тот период времени, ну, вот я говорю, предыдущие там семь лет, для меня наиболее близка была именно эта музыка. Она зародилась в Англии, да, но разные стили, они более применимы к там, к разным странам. Ну, безусловно, да. И здесь это более органично слушается, просто-напросто на английском языке более органично, да, более комфортно. Скажем так, исполнять эту музыку действительно комфортнее, если ты поешь на английском языке. Ну, да, да. Русский язык тоже прекрасен, но немножко в других жанрах. Да, это для другой музыки, для другой песни. Вот вы сказали, что вы вышли, да, там в фолке первый раз, и там про Русь-матушку, естественно, по-русски. Да. Вот, и это немножко другое, да, другие смыслы, другие ритмы, совершенно с вами согласна. Но тогда я вам желаю увлекаться разной музыкой, разными языками. Спасибо. И это будет, да, такая вот веер, который гармонично окутает у нас. Душа широкая, и много что... Это точно. Да, хочется петь и высказывать. И действительно есть смысл тогда для каждой музыки вот свой язык. Ну, да, да. И, в принципе, знаете, находятся люди, которые какие-то фишки из различных стилей умудряются именно в свой родной язык интегрировать, и это очень здорово и круто смотрится, свежо, новаторски. И неожиданно, да. Главное, чтобы это всё как-то сочеталось между собой и было как-то органично. Подходило человеку, подходило песни, и тогда нету никаких границ. Как это развивается, Мария? Дело в том, что... Я вот знаю, да, научить там, допустим, техники вокала можно, научить грамоте музыкальное можно, писать музыку научить можно, и стихи писать научить можно. Этому всё можно научить. А вот как научить действительно чувствовать уместность каких-то нововведений, не просто следовать моде, да, вот сейчас модно что-то по-итальянски, там, один куплет спеть, и взял человек и спел. Да? К примеру, к примеру, я сейчас, да, скажу, а люди начнут петь. Вот, почему бы нет, в общем-то, есть же такое, что, да, мы поём по-русски, а потом вставляем английские какие-то фразы, оправдываем их, и это действительно интересно звучит, потому что, да, уже давно мы своей жизни без иностранных языков не представляем, естественно, и это здорово. Граждане мира. Вот, и да, это было бы очень прекрасно, но иногда вот чувство меры или чувство вкуса, где их взять? Как они появляются? Что это такое? Ну, развивать, быть многогранным, слушать разные жанры, не обращать внимание на моду, а слушать своё сердце и именно свои предпочтения, потому что каждый человек, если он на секундочку остановится, перестанет следовать всем возможным трендам, это, конечно, всё здорово, но всё-таки моду создают те, кто как раз-таки отличается от толпы индивидуально. Кто своё почувствовал, да. И вот в себе каждый человек может эту индивидуальность тоже развить, в том числе и в музыке. И, ну, я считаю, что в музыке главное это вот как раз искренность, чтобы каждое слово прям доходило до слушателя и какая-то особая манера исполнения, своя, неповторимая. И вот как ни странно, ну, вот могу дать такой небольшой маленький совет для тех, кто, может быть, занимается вокалом, музыкой, пишет тоже свои песни, но вот чего-то не хватает, да, что отличало бы от других. Попробуйте найти в тех жанрах, которые вам нравятся, каких-то определённых артистов, ну, именно чьи техники вокала вам нравятся, и просто повторять за ними. Просто вот постараться максимально прощупать все их фишечки, повторить, довести до совершенства то, как это делают они. И как ни странно, ну, вы, наверное, как актриса знаете, что хороший актёр от плохого отличается, да, количеством навыков и штампов, которыми он владеет, да. Здесь то же самое, да. Ну, и в том числе. Здесь то же самое. То есть, чем больше манер, чем больше каких-то уникальных фишечек вы освоите, тем проще вам будет потом понять, что же близко вам, и из них собрать какой-то свой неповторимый коктейль вокальной манеры. Это всё даже не то, что чьи-то фишечки, чьи-то что-то. Это инструменты, с помощью которых мы, поймав своё внутреннее сейчас видение и состояние, можем его максимально хорошо выразить и донести до зрителя и до слушателя. Да, да. Вот что это такое. Да, техники. Благодаря которому мы то, что у нас сейчас внутри, можем вынести наружу. И зритель это поймёт, и зритель это считает и услышит. Только так. Да. А для этого, опять же, помимо технологий этих, которыми, да, сейчас и обучают хорошо, и, слава Богу, это доступно, очень важно услышать вот это своё состояние. Понять, что именно ты хочешь выразить и донести. Потому что, если человеку сказать нечего, он только умеет красиво говорить, но слушать нечего. Соответственно, даже если ему очень много есть что сказать, но он не знает, как это выразить, донести, дослушать, тоже, в общем-то, ничего интересного не получится. Хорошо бы найти гармонию. Поэтому нужно, да, и себя слушать, и учиться тому, как это можно выражать разными способами, потому что человек – существо сложное, и он в каждую секунду разный. Да. И уметь настроиться на самого себя хотя бы в эту самую секунду, да, и своё это состояние передать, вот это, наверное, да. Это не даст соврать. Да. Это не даст... Вот это и будет руководствовать, руководить и вкусом, и тому, что вы сейчас сделаете, скажете, и будет гармоничным. Да, нужно, ну, мне так кажется, творить душой. То есть, возможно, да, вы не будете похожи на других, хотели бы быть похожими, но это будет искренне, это будет сто процентов доходить до слушателя, они будут чувствовать это всё. То есть, когда есть, скажем так, два способа что-то написать, ну вот как вы говорили, там, научиться, там, писать стихотворение, музыку, это всё разум, а всё-таки трогает, когда написано от души, и поэтому... Когда это тебя самого волнует, и ты вот описываешь именно то, что в данный момент ощущаешь сам. Да, да. Будьте искренними, изучайте инструменты выражения себя, но в нужный момент всё-таки слушайте, главное, свою душу, своё сердце, и творите душой. Тогда это будет шедеврально. Да, действительно, вот очень многие спрашивают, ой, а нужно ли то, что я делаю? В первую очередь, если это нужно вам, если это помогает вам открыться и выразиться, всё, это вы уже сделали то, что могли, да. Если это вам нужно, это будет нужно и окружающим. Если это не нужно вам, что бы вы ни делали для публики, вы её не затронете. Да. Прекрасно. Я знаю, что вы считаете, что играть и петь по нотам, это мешает, это штампует, это убирает, вот именно проявления души, да, личные какие-то, вот-вот. В чём тут секрет? Почему пение по нотам может, скажем так, ясность выражения притушить, да? Расскажите об этом подробно. Ну, вы знаете, я не то, чтобы прям ярый противник петь по нотам, то есть уметь петь по нотам хорошо, но лично я пою не по нотам, и в музыкальной школе я не училась, но я умею играть и играю. Вы знаете, я могу судить, потому что меня музыкальная школа, в общем-то, достаточно серьезно травмировала в своё время. Вот, понимаете, травмировала, то есть прекрасно, когда вы находите своих педагогов, своих вдохновителей, да, а я знаю очень много людей, которые, к сожалению, после музыкальной школы не садятся за инструменты, вообще слушать не хотят о музыке, и мне всегда было так печально, потому что я так хотела так здорово играть на инструментах, как они, так виртуозно, но вот мне не хватает этой техники, но у меня есть огромное желание, и я как-то пыталась поступить в музыкальную школу, но меня хватило ровно на один урок, и я поняла, что это, наверное, не моё, и, в принципе, я поняла, что это причина, по которой я слушаю мало музыки сейчас, то есть я не хочу знать чужое, я хочу слушать своё и поддаваться влиянию только тех исполнителей, которых я действительно люблю, уважаю, и которые созвучны, да, и которые, да, мне очень близки, совершенно верно. Ну, вот очень верный подход, это действительно важно на период становления, на период вот обретения, собственно, какой-то базы, платформы, да, вот жёсткого такого чёткого понимания и мировоззрения, когда это произойдёт, и уже чётко ты будешь отличать, да, где ты, а где, в общем-то, какое-то внешнее влияние, и равновесие это легко будешь обретать, вот тогда уже, да, тогда уже можно увлечься, тогда уже можно послушать, и также легко вернуться в своё собственное состояние. Да, не потерять себя. Совершенно верно. Важен. Поэтому, ради бога, да, можно и слушать, исследовать тенденции, какие-то тренды ловить, пытаться адаптировать. Конечно. Но если вы при этом не в состоянии различить, где ваше, где не ваше, где вы, а где уже, в общем-то, это что-то внешнее, лучше действительно как-то, как называется, информационная диета. Да. Да, вот немножечко так себя вот-вот всё-таки держать. Найти себя, да. Тем более, что всё-таки певица, особенно певица, работающая с музыкальными лейблами, умение держать себя, оно во всех отношениях важно. Я абсолютно уверена, что день ваш состоит не только из уроков вокала. Конечно. И, в общем-то, целый комплекс. Это достаточно нагрузочно, да, потому что человек, который имеет хотя бы отдалённое представление о технике вокала, понимает, какая это и физическая подготовка в том числе. Совершенно верно. До какой степени, да, нужно в форме держать себя во всех отношениях, во всех смыслах. Вот у вас что за подвиги? Ну вот вы знаете, у меня парадокс. Сейчас я уже не делаю, там, скажем, с утра до ночи упражнения по вокалу, не тренирую свои какие-то там диафрагму, опору, дыхание, потому что в своё время я очень много внимания этому уделила. Ну, мышцы развиты, что называется, себя в форму привёл, даже поддерживаешь. Да, сейчас мне более интересно элегантно нарушать эти правила, скажем так. Это, знаете, как Сальвадор Дали, то есть он же сначала закончил школу классической живописи, живописи, да. А потом, ну, мы все знаем его картины, совершенно они не академические, то есть они абсолютно интересные, уникальные. Ну, это вот то, о чём мы говорим, да, что мы сначала вот научились себя, да, соблюдать, мы сделали базу, мы сделали платформу, и потом уже, в принципе, можно пробовать себя где угодно, просто понимать, что ты, если что, вот она твоя опора, и ты всегда к этой опоре можешь в любой момент, в общем-то, вернуться, поддерживать. Знать, что можно изменять, что можно нарушать, да? Ну, это даже не нарушать уже, я так считаю, расширять свой диапазон, расширять свои возможности, пробовать себя в разных, достаточно неожиданных даже аспектах, для того, чтобы обнаружить какие-то нюансы, какие-то тонкости. Это уже шлифовка такая пошла вообще. Бриллиант, он же чем хорош гранями, да, сам по себе алмаз, он, конечно, тоже, в общем-то, привлекательен, но чем больше грани, тем ярче игра. Вот я вам желаю, да, чтобы работа ваша над вашими гранями приносила вам самой удовольствие и, в общем-то, радовала и людей, которые вас видят и слышат. Спасибо большое. Какие у вас ближайшие, скажем так, ну, концерты, планы, проекты, вот поделитесь, где вас можно увидеть, услышать? Вы знаете, основной такой информационный источник, как ни странно, это мой инстаграм, то есть можно туда подписаться, на мою страничку. Знаете, сейчас это абсолютно не странно. Да, то есть там появляется вся информация, я, если честно, сама... Да, Майя, нижнее подчеркивание, Майяри, вот, как слышите, так и пишите. И там я обычно вывешиваю всю информацию о своих концертах, вот Август у нас был очень плодотворный, у меня была серия концертов, таких дуэтов с лондонским музыкантом Грегом Кофи Брауном, вот об этом тоже очень много информации в моем инстаграме, мы пели классные фанковые джазовые песни на английском языке, то есть это тоже была одна из моих граней, скажем так. Вот сейчас я больше хочу уделить внимание собственному творчеству, то есть сейчас уже углубляюсь в свои песни, правда у меня планируется пара интересных коллабораций, таких не совсем неожиданных, скажем так, вот, но очень интересных, да, но это именно такой, знаете, арт, то есть это прям вот искусство, то есть где слушается только сердце и ничего кроме, вот, поэтому свое расписание концертов, если честно, я как бы знаю там буквально коротенький промежуток, все остальное, это регулируется нашей целой командой, нашим лейблом Music Town Records, вот, и соответственно, для того, чтобы оперативно узнавать информацию, проще всего подписаться на мой инстаграм, либо зайти на сайт нашего лейбла, там тоже вся информация вывешивается. Ну вот это вот самое главное, да, что вы открыты и информативно, и о вас можно узнать, и узнать очень доступными и популярными способами. Да, Это здорово, учитывая, что даже наша замечательная Ангелина Михайловна Вовк, которая уже, в общем-то, достаточно долго на нашем музыкальном олимпе, она тоже сейчас ведет инстаграм, ведет его совершенно потрясающим, неожиданным образом, и это действительно дает ей более легкий доступ и к поклонникам, и тем, кто давно ее знает, и недавним, то есть человек, который просто, ну, профи в хорошей музыке, естественно, да, который очень долго делал нам нашу эстраду, вот, сейчас доносит свой опыт и свои знания молодым, вот такой вот удобной для них формой выражения, это замечательно. Да, да. Майри, спасибо вам большое, передача наша подходит к концу, очень мало времени и хотелось бы еще больше, но я думаю, что мы продолжим наши встречи, я желаю всем новых встреч на ваших концертах, в ваших роликах, я вам желаю успеха в творчестве, самовыражении и в вашем сердечном проявлении. Спасибо большое, спасибо. Всего вам доброго. Очень приятно было у вас побывать в гостях. Замечательно. До свидания, успеха вам. Всего доброго. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся, всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok